Путешествовать по России на современном теплоходе по живописным рекам России – один из интересных и запоминающихся видов комфортного туризма. Круизы по России на теплоходе популярны, ведь выбор огромен. В регионах такого большого государства много красивых мест, уникальных уголков. Выбрать речной круиз по России можно на Русреке сайт речных круизов. Почему же так много россиян выбирают этот вид отдыха? Во-первых, это очень удобно. Погрузившись на борт красивого современного теплохода, можно забыть о всяких пересадках и ненужных хлопотах, связанных с ними, и сразу придаться отдыху. Уютные каюты становятся домом на несколько дней. Большую часть всего времени, отведенного на отдых, участники круиза проводят на палубах и в каютах удобного лайнера. К услугам отдыхающих пассажиров рестораны и уютные бары, бассейны с чистой водой и масса всяческих развлечений. Мероприятия на все вкусы, в любое время суток и для разных возрастных категорий. Водные путешествия на теплоходах, на которых действует правило, все включено, крайне популярны на таких рейсах. Речные круизы по России могут быть недлительными и продолжительными, все зависит от направления и тематики тура. Туры на корабле из Москвы по России проходят по северному и южному направлению, есть и объединенные водные направления. По северному направлению круизы проходят в Санкт-Петербург, по южному направлению, по реке Волги из Москвы. Можно подобрать маршрут, состоящий из части южного и северного направления. Число любителей речного круиза растет, многие желают отправиться из Москвы в самые разные уголки России, по городам Золотого кольца, по Сибирским рекам, в Санкт-Петербург, на озеро Байкал и во многие другие интересные места. Туры на теплоходе по России из Москвы начинаются по московскому каналу в русло реки Волги. Волга – самая большая река в Европе, и на ее берегах расположено много древних городов страны, которые представляют исторический и архитектурный интерес – Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Самара, Волгоград и Дере. Самый длительный путь в Астрахань, где Волга впадает в Каспийское море. Короткие круизы туда и обратно можно выбрать в Казань, Нижний Новгород. В круизные маршруты включают стоянки для отдыха на пляже с игровыми площадками. Обратите внимание, маршрут Москва – Санкт-Петербург – один из наиболее популярных рейсов у русских и иностранных туристов. Это круиз по РФ, по русскому северу, с его богатой культурой и историей, с самым интересным и увлекательным посещением Санкт-Петербурга. При желании можно выбрать маршрут в одну сторону, назад и с турне вернуться другим транспортом. Туроператоры предлагают туры на корабле из Москвы по России разной длительности по городам Золотого кольца России. Мышкин, Кострому, Ярославль, Углич, Тверь и многие другие города можно выбрать в качестве недлительного отдыха. Можно посетить несколько городов, ознакомиться с культурной и исторической частью земель русских. Круизы на теплоходах из Москвы по Золотому кольцу России не только красивы, но и доступны. Отправиться в поездку и посетить города Золотого кольца можно и на короткое время, но, конечно, с небольшим посещением городов. Самыми ближними, да и, пожалуй, самыми популярными из таких городов можно назвать Ярославль и Кострому. Туроператоры предлагают разные варианты недорогих круизов по выходным в Углич, Тверь, по городам Золотого кольца. Нельзя не упомянуть один из самых ярких круизов – Пермь, Ростов-на-Дону. Маршрут южного направления насыщен экскурсиями по памятным местам, старинная Елабуга, интереснейший Чистополь, удивительная Самара с необычайно красивой набережной, огромный Саратов, город-герой Волгоград. Круизы на архипелаг Соловки из Москвы, Нижнего Новгорода по Беломоро-Балтийскому каналу в Белое море. Отправиться в турне на архипелаг из Москвы или Санкт-Петербурга – это удивительная возможность пройтись на корабле по Белому морю, Онежскому озеру, Беломоро-Балтийскому каналу, насладиться красотой северных пейзажей, находясь в 165 километрах от Полярного круга. Природа в этом уголке страны сурова. Тур проходит на комфортабельном теплоходе, оборудованном всем необходимым для взрослых пассажиров и детей. Уникальная возможность лучше познакомиться с природой и историей северо-запада России, побывать на знаменитых Кижах, увидеть Сегиш, Беломорск, Медвежьегорск. Дополнительная информация. Кижи – государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, расположенный в Республике Карелия. Не менее интересны туры по сибирским рекам, Енисею, Иртышу, Амуру. Это возможность побывать в тундре, тайге и в полном комфорте посетить интересные экскурсии. В настоящее время эти туры становятся популярными в России. Туристов привлекают необычайно красивые пейзажи сурового края. Также интересны воежи по озеру Байкал. Самое глубокое озеро планеты необычайно красивое и планировать поездку лучше на лето, когда все кругом цветет, погода позволяет загорать и купаться. Речные круизы из Москвы – город на Неве, Санкт-Петербург всегда привлекал людей со всего мира. В этом городе сосредоточено много достопримечательностей, архитектурных творений впечатляющей красоты и величия. Россияне также со всех уголков большой страны приезжают, чтобы посмотреть на этот величественный город. Проходят туры на теплоходе из Санкт-Петербурга по России и в Петербург также. Обратите внимание, турагентство «Волго-Балтийские путешествия» продает путевки в круизные туры по России на разнообразные направления. Выбрав один из маршрутов этого агентства, появляется возможность ознакомиться за одну поездку с несколькими городами России. Особым спросом пользуется остров на севере Ладожского озера «Валаам» с посещением мужского монастыря. Это исторический архитектурный памятник. Это может быть круиз на выходных. В будни теплоходы также отправляются на остров и даже может быть скидка на тур. На остров «Валаам» еще курсирует теплоход «Метеорит». Вечером из поездки можно вернуться назад. В 2018 году в городе стартуют речные круизы в Старую Ладогу, историческую древнюю столицу Руси, с посещением по пути уже известных Кижи и города Петрозаводска. Речные круизы из СПБ в настоящей навигации можно совершить турне из Питера на комфортабельных теплоходах «Виссарион Белинский», «Михаил Шолохов», «Дмитрий Фурманов», «Лебединое озеро», «Лунная соната» и других. Стоимость петербургских круизов по данному маршруту меняется в зависимости от сезона. Наибольшая цена в начале и середине лета. В июне многие люди хотят увидеть белые ночи, а в июле самое теплое время, комфортное для поездок по северным регионам страны. В апреле и сентябре туры могут быть в два раза дешевле. Обратите внимание, в начале и конце сезона погода в этом крае непредсказуемая, часто случаются шторма на Ладожском и Онежском озерах. Из-за шторма можно потерять время на экскурсии в интересных местах. Круизная компания «Мастерфлот» предлагает речные и морские круизные поездки с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга по самым разным направлениям. Речные круизы из Уфы Круизы по рекам России осуществляют многопалубные корабли. В общую сумму стоимости круиза входит проживание в каютах соответствующей категории, питание, постельные принадлежности, экскурсионное обслуживание, развлекательная программа. Дошкольники путешествуют бесплатно, для более старших имеется скидка. Цена поездки зависит от включенных в нее услуг. Дополнительная информация. На теплоходах, курсирующих по рекам России, каюты от одноместных до четырехместных. Постепенно трех- и четырехместные переоборудуют под двухместные. В случае, если на теплоходе не будет хватать маленьких кают, пассажирам предложат каюты побольше, но с какой-то доплатой. Если возможно почиление в каюту, то цена останется прежней. Кровати в каютах могут располагаться рядом или одна над другой. Каюты могут быть с удобствами – душ, туалет, умывальник, кондиционер, или же без них. Удобство находится на этаже на палубе. Премиум круизы рассчитаны на клиентов с повышенными требованиями и персональным вниманием. В носовой и кормовой части находится развлекательная инфраструктура, рестораны, бары, дискотеки, кинотеатры. В средней части судна располагаются каюты пассажиров. Сегодня выбор круизов очень большой, программы и маршруты разнообразны, короткие круизы и длинные по Волге или по Оке. Как разобраться в этом, что выбрать? На карте России можно определить путь намечающегося круиза. Купить круиз по рекам России совсем несложно, кликнуть на поиск круиза, и все маршруты, даты и пункт отправления будут показаны. Круизные компании делают скидки на туры, если они забронированы заранее. Полностью вносить оплату за весь круиз не нужно. Вносится предоплата за 2-3 месяца до отплытия. Оплачивается круиз полностью, чтобы закрепить за собой место. Очень часто на популярных направлениях к началу круиза остаются каюты повышенной категории, которые по бюджету не всем доступны. Горящие туры – это возможность сэкономить деньги на долгожданном отдыхе, но не всегда они появляются во время сезона. На круизных теплоходах не только можно провести интересные прогулки и экскурсии, но оригинально отметить любое мероприятие, свадьбы, корпоративные вечеринки, выпускной вечер и праздник последнего звонка. Профессионалы организуют праздник на высшем уровне. Дополнительная информация. Компания «Москруиз» занимается арендой современных теплоходов. Туры на теплоходе по России – прекрасный отдых с семьей, который оставит яркие, незабываемые впечатления на долгое время. Это уникальная возможность познакомиться с севером и югом огромной страны.